Говоря об итогах 2023 года, молодёжь Ульяновской области вспоминает события, которые больше остальных отпечатались в памяти. Для Юрия Жукова это поездка на освобождённые территории. Волонтёр Победы считает своим долгом оказать посильную помощь братскому народу, сделать всё необходимое для его благополучия. Первый раз моя поездка состоялась с 9 января по 21 февраля. Там я находился в городе Мариуполе. В Мариуполе я работал непосредственно в больницах и также я развозил нуждающимся продуктовые наборы. А вторая поездка состоялась именно с 21 по 21 марта. Это город Донецк, то есть мы ездили и в Лисичанск, и в Луганск. То есть мы там тоже работали непосредственно уже в больнице, именно при помощи младшему персоналу. Это не единственная заслуга молодых людей области. Часть из них – лидеры движения первых. Современные пионеры презентуют свои идеи по улучшению жизни населения. Придать им материальную оболочку помогают конкурсы. Один из примеров – большая перемена. Здесь Ксения Хрусталёва затронула проблему несанкционированного кормления животных в зоопарке. Тезисы активистки нашли отклик среди жюри, и девушка вернулась на родину с победой. Идеи приходят сами, когда ты сидишь, думаешь, и обязательно что-нибудь такое неожиданное придётся. И главное – это не бояться реализовывать. Даже что-то, что кажется изначально странным – брать, пробовать. И из этого обязательно выйдешь что-то яркое и ни на что не похожее. О своих успехах активисты рассказали главе области. Алексей Русский в свою очередь отметил стремление молодого поколения к благим целям. В этих начинаниях школьники и студенты могут рассчитывать на поддержку со стороны властей. Авторы лучших проектов могут получить финансирование от Федерального агентства по делам молодёжи. Многие принимают активное участие в форумных мероприятиях, в мероприятиях движения первых. Это очень важно, очень нужно. Чем больше у нас будет активной молодёжи, тем больше перспективы в целом в Ульяновской области в плане её развития, в плане конкуренции между регионами. От себя губернатор поощрил самых активных ребят грамотами и благодарственными письмами. В завершение встречи прошло обсуждение дальнейших планов и идей. Здесь же обсудили подготовку к грядущим мероприятиям.